Здравствуйте, дорогие одесситы, одесситки и одесситочки! Вас приветствует телепрограмма «Звезда Одессы» и я, ее ведущий, Анатолий Корпенко-Руссы. Наша передача музыкально развлекательная и весьма привлекательная. А сегодня, в дни детских каникул, а может быть каникулов, мы хотели бы познакомить наших телезрителей и телезрительниц с детским новогодним мюзиклом под названием «Город сокровищ». Кстати, пока не поздно. Для детей, которые смотрят эту передачу, мы обязаны сознаться. Такого слова, как каникулов, в русском языке нет. Это шутка. А вот мюзикл «Город сокровищ» – спектакль не шутейный, хоть и юмора там предостаточно. А еще там много танцев, песен и новогоднего праздника. Сочинили его, то есть они авторы сценария, заслуженные деятели искусств Украины Анна Чернобродская и Михаил Крупник. Вновь встретил нас рис морской Борт и шумный поток городской Город, где весною улыбки цветут и сады. Раздолье проспектов и двойка старых уют. Вы слышите? Слышите! Как об Одессе куранты поют! Ребята, айда на Дерибасовскую в горсад! Там такой музыкальный фонтан, с ума сойти! А вы были в нашем оперном? Я не могла оттуда выйти! Это же музей! Мало того, они там еще и поют! Ха! А слабо по Потемкинской лестнице на мотоцикле! Велком до Одесса! Добро пожаловать в Одессу! Город, где по улицам гении ходят гурьбой. Город, город, ставший для многих счастливой судьбой. Родную Одессу ведут все дороги пути. В мире Одессы такой никогда не найти! Такой не найти! Детский новогодний мюзикл «Город сокровищ» создан и поставлен группой творческих деятелей концертного центра Одесского морского вокзала. Естественно, и посмотреть спектакль можно именно в этом концертном зале. Это если повезет, потому что сей славный творческий коллектив буквально каждый Новый год выдает новую мюзикл «Сказку». Их набралось уже в репертуаре 18 спектаклей. И все они весьма оригинальны. Например, вот как неожиданно выглядит современный Дед Мороз в нашем мюзикле. Сегодня не в силах сдержать я волненье. Сегодня у нас во дворе пополненье. У Маши Петровой в 10-й квартире родился сынок. Весом целых четыре, а может быть пять, золотых килограмма. Сейчас из роддома везет его мама. Мне срочно пора приниматься за дело. Орлы! Значит так, чтоб кругом все блестело. Известно даже детворе, что двор не главный по дворе. Я здесь, как настоящий генерал. Вы сразу впали бы в хандру, Когда однажды поутру я со двора бы мусор не убрал. Без лишней шумики и в стужу, и в зной. Работаю лихо своей метлой. Сегодня электронный век. Компьютер создал человек. Ракеты в космосе, как со здрасте. Роботы различной масти. Но сказать хочу, что как они и крути. Нашим дворникам взамены не найти. Да, не найти. А ну-ка вместе. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова Сейчас весь мир звучит иначе И солнце ярче, и звонче смех Родился мой желанный мальчик Он просто чудо, он лучше всех Сегодня в честь такой удачи До неба скачет, сядет пора Наш золотой пацан родился И сразу влился в семью двора Бывают в жизни чудеса Нам помогают небеса И растет наш мальчик не по дням, а по часам В свой звездный путь В свой звездный путь Пойдет он смело Любое дело Ему под стать Он озарен И скрой таланта Чтоб музыкантом великим стать И вот буквально на глазах Здесь происходят чудеса И растет наш мальчик не по дням, а по часам Не по дням, а по часам Не по дням, не по дням, а по часам Это просто чудеса Не по дням, не по дням, а по часам Мы ведь не зря сказали, что малыш на руках у Снегурочки не простой, а чудесный. Он моментально вырос и пошел знакомиться с городом Сокровищ. Сколько имеется названий, определений, ласковых и шуточных имен у нашего чудного населенного пункта. Но вот так Одессу, кажется, еще никто не называл. Город Сокровищ. Как ярко звучит. А каким необычайным получился новогодне рожденный юный Одессит. И на скрипках он играет, и красивый, и строен, и воспитан. Из первых своих шагов на белом зимнем свете он уже любит родной город и спешит с ним знакомиться. Сынок, посмотри, у окон все соседи, как в опере в ложах на стульчике сели, и ждет от тебя с нетерпением двор, чтоб ты нам сыграл. Что? Этюд, ля-минор на скрипке. Ее завещал тебе дед. Поверь мне, цены этой скрипочки нет. Когда-то играл на ней Дюк Ришелье. Но я не умею. Все в нашей семье умели, а ты будешь лучшим в династии. Храни, береги ее. В ней твое счастье. Конечно, играть я на скрипке хочу. Но как научиться мне? Я научу. Кто? Я. Добрый ангел, твой верный хранитель. Простите, а что же вы, ангел, хотите? Родился ты, мальчик, чтоб людям помочь. Я? Как? Должен ты в новогоднюю ночь на скрипке сыграть на бульваре, мой друг. И вмиг оживет старый бронзовый Дюк. Он даст тебе карту. По ней ты найдешь сокровище. Ты меня понял. И что ж я с ним буду делать? Сам должен решить. Тебе, мальчик мой, в этом городе жить. Вы правы. Одессу я должен узнать. Пока мама спит, я пойду. Погулять. Много всякого интересного и веселого в новогоднем детском мюзикле «Город сокровища». Всего-то показать нам невозможно, потому что спектакль в два раза длиннее нашей передачи. Но есть там такие яркие номера, мимо которых равнодушно пройти невозможно. Вот, например, задорная, лукавая и явно одесские цыганки и цыганочки. Если хочешь разузнать про то, что будет, Кто спасет, а кто погубит, ты меня зови, ты меня зови. Если хочешь узнать свой шанс, Разложу тебе, разложу тебе я цыганский пасьянс. Чтоб твою предсказать судьбу смогли мои дамы-короли. Щедрым будь со мной, щедрым будь со мной. Ждет тебя трудный путь, казенный дом, Если слишком жадный ты, дружок. Но без хлопот будет все наоборот. Коль мне отдашь свой кошелек, Будут денежки, как в банке. Если их отдашь цыганке, Если хочешь очень-очень быть солидным, Жить в особняке элитном, Ты меня зови, ты меня зови. Если хочешь стать богачом, Расскажу тебе, расскажу тебе, Что, когда и почем. Знаю, знаю, все почти про вас. У цыганки глаз алмаз. Вижу всех насквозь, вижу всех насквозь. Я хочу, чтобы люди, не скупясь, Оценили мой полезный труд. К чему скрывать? Я могу порой соврать, Но карты никогда не врут. Это известный факт, что Одесский порт родился раньше самой Одессы, по специальному указу императрицы Екатерины II. Так вот, творческий коллектив концертного центра Одесского морского вокзала В построении, создании детских мюзиклов, Особенно новогодних, Впереди планеты всей. 18 оригинальных детских сказочных мюзиклов. Пора делать ретроспективу. Ну а сегодня, дорогие одесситы, одесситки, Одесситки, как говорится, Мы имели новогодний подарок В виде чудесного мюзикла-сказки С таким близким для нас содержанием И таким удивительно подходящим названием Город-сокровищ. А мы не прощаемся с вами, дорогие телезрители и телезрительницы. Мы говорим вам до скорой встречи. Звоните нам 728-9799. И снова в Одессу спешит Новый Год. Сейчас соберется одесский народ. Сыграть возле дюка на скрипке хочу я. Играй, а потом у тебя все куплю я. Играй, сладкий мой, а потом обману я тебя. Ты играй, а потом заберем сокровища мы. Ты играй. Все путем. Итак, я ожил вновь. Чему по рукой то, что я с вами говорю сейчас? Вы до сих пор ходили в гости к дюку. Сегодня старый дюк в гостях у вас. Я, господа, в прекрасном настроении. Сегодня, наконец, я не молчу. И, пользуясь, друзья, таким мгновением, Вам подарить сокровище хочу. Вот карта города. В нем все богатство ваше. Оно в истории. И в людях золотых. И в узамрудном море ваших пляжей. И в драгоценных камнях мостовых. Меня за громогласность не судите. Я двести лет готовил эту речь. Пожалуйста, наш город берегите. Кому же, как не вам, его беречь? Наш дюк достучался до каждого сердца. И в сердце моем тоже скрипнула дверца. Теперь я готова предсказывать сходу в Одессе. Судьбу? Нет. На завтра погоду. Ну, если сам дюк нам такое сказал. Мы будем с тобой охранять мор-вокзал. А мне? Мне куда от Одессы деваться? Давайте подарки куплю я всем, братцы. Ты прав, папа. Если мы будем добрее, Одесса понять и простить всех сумеет. Вновь Новый год. Наш дом войдет. Он к сроку поспеет. Стал мир людей на год взрослей. А значит мудрее. А в ней свет на бульваре засияет. Ярко ждет всех нас веселье, радость и подарки. Вот у ворот наш Новый год. Он с миром в Одессу идет. Продолжение следует. Продолжение следует.